Есть болезни, которые повторяются из года в год. Это насморк, кашель, атиты, танзелиты, синуситы, то есть болезни, связанные с органами дыхания и слуха. Мы настолько привыкли к этим сезонным недугам, что часто не придаем им особого внимания. Ведь каждый человек уже имеет в арсенале свои рецепты оздоровления, и это хорошо. Главное не пропустить момент, когда уже пора записаться на прием. Если какое-то почувствовали недомогание или сразу какая-то заложенность носа, обратиться сразу к врачу, потому что часто синуситы и атиты проявляются больше как вирусные заболевания. И чтобы это предотвратить, врач назначит лучшее лечение для пациента, чтобы это заболевание не перешло в бактериальную инфекцию. Если это будет бактериальная инфекция, мы будем пациентов больше лечить, и это будет гораздо сложнее течения. Своевременное обращение на прием в поликлинику поможет блокировать едва появившиеся симптомы болезни. Ведь квалифицированные специалисты гораздо быстрее решат вашу проблему, чем попытки самому в этом разобраться. Очень часто мы попросту пропускаем момент, когда легкое недомогание переходит в более сложную форму. И тогда визитом к врачу уже не обойтись. Приходится ложиться в стационар. Именно так случилось с нашим героем Вячеславом Ботовым. Попал в больницу, как всегда, банально. Лечил насморк, затянул лечением, обратился к доктору, наверное, слишком поздно. Сделал флюорографию. Спасибо доктору прекрасный. Нашел причину, пришлось лечь в стационар для того, чтобы выправить недостатки, которые появились у меня. Не стоит полагаться на случай, что оно само собой рассосется, что как-то так пройдет это незамеченно. Нужно обращаться к врачам и следовать их рекомендациям. Ситуация банальная. Человек немножко затянул обычный ренит вирусного происхождения, попытался полечить сам. Он правильно сделал, попытался. Его ошибка была в том, что он больше 6-7 дней пытался сам. Нужно где-то 3-4 дня, если вы видите, что это не заканчивается, улучшений нет, то нужно автоматически записываться на прием. Желательно врачу от Аренал-Аренбол. В ее ситуации мы сделали рентгенопридаточный пазух носа, выявили синусит гайморовой пазухи. И пришлось... Есть синуситы, где мы лечим консервативно, есть синуситы, где приходится делать медицинские манипуляции в виде пункции гайморовой пазухи. В народе называют проколом. В ее ситуации пришлось эту манипуляцию сделать. Осень такая непредсказуемая пора, что все мы находимся в зоне риска. Как же уберечь себя от нежелательных болезней, связанных с органами дыхания и слуха? И есть ли возможность совсем ими не болеть? Наша иммунная система очень сильно любит. Правильное, хорошее питание, физические нагрузки в умеренном, гимнастика, зарядка, прогулка на свежем воздухе и закаливание. Хотя бы три пункта из этого пациента будут выполнять. Мы будем очень редко встречаться. Основное пожелание – своевременно проходить диспансеризацию, своевременно обращаться к группе. Все люди прекрасно знают, кто находится на диспансеризации, какие у них, как говорится, слабые места. Они должны этим заниматься. Для этого существует диспансеризация на уровне поликлиника. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.